Раньше на Кассе существовал одноименный поселок, где жили и трудились люди, так или иначе связанные с портом. До открытия Крымского моста, порт Кавказ являлся одним из крупнейших пассажирских портов России. Сегодня здесь пусто и не встретишь туристов, рвущихся в Крым, потому что рядом есть Крымский мост, а паром больше не нужен. Проехавшись среди руин саманных домиков, мы обнаружили то, что там еще живут люди. Вот мы и добрались до другой оконечности, Косычушка, и здесь открываются виды еще лучше, вышло солнышко. Такая погода классная, такая красота. Здесь открывается совсем другой вид на Керчь. Связь Керченского берега с Таманским всегда была актуальной. А между двумя берегами у нас что? Правильно, Керченский пролив. Еще в древности о нем писали авторы. Эсхил называют его, например, Коровьим Бродом. Коровы-то там, конечно, не ходили, просто на тот момент глубина уровня моря была, ну, совсем небольшой. Благодаря Плутарху мы знаем его как Боспор Кемерийский. Согласитесь, более красивое название. Спасибо ему за это. Так как же дело обстояло в античности с переправой? Она была, но люди переправлялись по льду. Да, вы не ослышались, по льду. Сами понимаете, много ли в наших широтах может продержаться лед на море? О сооружении моста через пролив задумывались и в 19-м, и в 20-м веке. Но что-то у нас с этим как-то не особо складывалось. То Первая мировая, то Великая Отечественная. В годы оккупации немцами здесь была построена канатная дорога, которая худобедно обеспечивала потребности армии. Наверное, самое фундаментальное, что здесь когда-либо стояло, это Керченский железнодорожный мост, построенный в 44-м году после отступления фашистов из здешних рубежей. Однако, через три месяца после открытия моста, его поры были разрушены льдом, и мост был разобран. Как же здесь, друзья, круто! Здесь видно арку Крымского моста, весь Крымский мост, Керч, Керченский пролив, порт Кавказ, порт Крым. Но невероятное место! Субтитры создавал DimaTorzok